АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Корректировки возможны, но они будут незначительными. Окончательно это можно будет сказать где-то в марте, но уже сегодня базовая цифра понятна. Это неплохо, имея в виду, что первоначально планировалось 5,9%. Мы значительно выросли по фондовому рынку. Фондовый рынок российский серьёзно вырос за 2005 год. Конечно, все так называемые развивающиеся рынки подросли. В Европе это и польский рынок, и венгерский, в Латинской Америке и Аргентина, и Бразилия. В Азии это Южная Корея, которая является одним из лидеров роста капитализации рынков. Но даже по сравнению с одним из лидеров Южной Кореи, где рост составил где-то 54%, у нас 88%. Абсолютный рекорд и для мира, и для нашей страны. Наконец, всё это. Да, ну, естественно, рост золотовалютных резервов Центрального банка значительный, просто рекордный. Напомню, мы в 2000 году начинали с 12 миллиардов, сегодня уже 185 миллиардов. По концу прошлого года это было 182, там, с чем-то. Рост стабилизационного фонда правительства. Ну, и как результат и социальные последствия. Средняя заработная плата в стране выросла на 9,8%. Доходы населения в среднем выросли на 8,7%. Пенсии на 13%, значительный рост. Значительно выросли доходы наших ветеранов, участников и в целом все эти категории, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. Все эти цифры роста, которые сейчас я назвал, они в реальном выражении, то есть за минусом инфляции. За минусом инфляции. Кстати говоря, сразу же бы хотел оговориться, что мы, конечно же, не всем удовлетворены. В 2005 году нам не удалось выдержать запланированные параметры инфляции. Как вы знаете, они планировались на уровне 8,5%, а у нас получилось 10,8-10,9%. Примерно будет чуть меньше, чем в 2004 году, но все-таки рост значительный. Нам не удалось сдержать рост и номинальный, и реальный эффективный курс рубля, что негативно сказалось на перерабатывающих отраслях экономики страны, но, повторяю, в целом мы работы за 2005 год удовлетворены. В политическом плане, в плане политического развития я бы отметил создание общественной палаты как одного из существенных инструментов гражданского общества. Я бы сказал о принятом законе, который предоставляет партиям, победившим на региональных выборах, напрямую участвовать в процессе приведения к власти руководителей регионов. И, конечно, я бы назвал окончательное формирование органов государственной власти в Чеченской республике. Со сбранием парламента этот процесс завершен. Чеченская республика полностью возвращена в конституционное поле Российской Федерации. Там есть ещё, конечно, немало задачи экономических и социальных. Есть задачи по формированию муниципальных органов власти, но проблема формирования государственных органов власти решена. Это, конечно, не всё, что нам удалось и не удалось сделать, но это основное, на что мне бы хотелось обратить внимание. Я думаю, что будет правильно, если мы приступим теперь к основной нашей части, и я постараюсь ответить на ваши вопросы. Прошу вас. Пожалуйста, коллеги. По-моему, вы начинали пресс-конференцию в прошлом и позапрошлом году. Прошу вас, представьтесь. Да, не только в прошлом, но и позапрошлом. Газета «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. Владимир Владимирович, на прошлой пресс-конференции мы с вами затронули вопрос о трудностях приватизации садовых и огородных участков. Поговорили об этом, и после этого правительство изучило данный вопрос, и даже Фродков назвал это дачным кошмаром. Была объявлена готовиться дачная амнистия. Вот как вы считаете, приведет ли обещанное правительством дачное амнистия к тому, что обычный среднестатический человек мог бы нормально, без проволочек, приватизировать свои земельные наделы, ну и желательно еще потом на своей пенсии и зарплаты содержать его? Приятно, что мы о таких глобальных вопросах переходим сразу к конкретным. Кстати говоря, позитив в деятельности правительства и всего руководства страны я бы еще записал здесь понижение количества наших граждан, которые живут за чертой бедности, значительно сокращено это число, и снижение безработицы. Но вот то, о чем вы сейчас сказали, близко стоит вот к последним двум моим замечаниям, потому что огородничество, конечно, приносит значительный доход в бюджет большого количества российских граждан. И после нашей предыдущей встречи мною было сформулировано соответствующее поручение правительству Российской Федерации, которое подготовило проект закона о либерализации приобретения собственности земельных участков и дачных строений. Надеюсь, что в самое ближайшее время, еще на весенней сессии, этот закон будет принят. — Пожалуйста, коллеги. Десятый ряд, сектор Г, дама, пожалуйста. Десятый, коллеги. — Владимир Владимирович, телеканал «Раша Тудэй». Скажите, пожалуйста, чем руководствовалась Россия при выборе приоритетных направлений в вступлении в «Восьмерки»? И что это за направление? И что бы Вы ответили скептикам, которые считают, что Россия не место в «Восьмерке»? Спасибо. — Мы руководствовались при выборе основных тем, предлагаемых для обсуждения и дискуссий на «Восьмерке» летом в Петербурге, теми проблемами и вызовами, с которыми сталкивается человечество в самом прямом смысле этого слова. — Первое. И второе. Мы исходили из того, выбирали темы, имея в виду выбрать такие из них, в решении которых Россия могла бы принять действенное участие и эффективное участие. Поэтому естественным было остановить свой выбор в ходе консультации с нашими партнерами, а мы регулярно работаем и в рамках встреч «Шерп» и на самом высоком политическом уровне с нашими коллегами из всех стран «Восьмерки». Я очень благодарен нашим партнерам за помощь и поддержку и при выборе тем, и в ходе подготовки, которую мы сейчас ведем.